Многим людям, путешествующим по разным странам, в поисках познания новой для них культуры, несомненно, будет интересно совершить и гастрономический тур. Например, по напиткам Турции. Так как здесь, помимо необычной еды, есть и весьма любопытные национальные напитки. Некоторые из которых, попробовав раз, начинаешь скучать по полюбившемуся вкусу. А есть те, которые заставляют тебя весьма удивиться. Вова, например, так для себя здесь открыл напиток, без которого не мысль теперь и своей жизни. Усаживайся поудобнее. Сегодня мы погрузим тебя в мир традиционных напитков, которые можно отведать в Турцию. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Попьем. Итак, первый напиток в списке это турецкий чай. Во всем мире традиционно считают, что национальный напиток Турции это кофе. На самом деле это не так. Турки обожают чай. Именно его считают главным в своем рационе. Турция является рекордсменом среди всех стран по употреблению чая. Чай здесь пьют целыми днями, от мала до велика. В солнечные дни местные, как воробушки, сидят повсюду с лепесточком чая. Лепесточек это такой стаканчик для чая. Вот так вот выглядит. В дождливую или прохладную погоду компаниями сидят в кафе и часами тянут чашечку за чашечкой, играя в нарты. Самый известный турецкий производитель компания Чайкур. Расположенный на северо-западе государства, в городе под названием Реза, каждый месяц перерабатывает 1000 тонн лучшего чайного сырья. Растворимый порошковый чай, вот так вот он выглядит, который предлагают туристам в туристических местах. Он бывает разных вкусов, у нас вот манговый. Местные за чай вообще не воспринимают и считают его странным, и сами его даже и не потребляют. Приготовление чая в Турции это особый ритуал. Привычным способом, заливая завар кипятком, его не готовят. В этом случае не получается тот манящий аромат и терковатый вкус. А готовится чай при помощи специальной конструкции под названием Чай Данлык. Без этих волшебных чайников выявить божественный вкус и аромат заварки просто невозможно. Сейчас я вам покажу эту конструкцию. Вот такая конструкция. Мы первое время не могли вообще понять с Вовой, почему у нас никак не получается такой вот вкус чая, который мы пьем в кафе. А оказывается, весь секрет в таком вот чайнике. Если тебе интересно, чтобы мы сняли процесс приготовления такого чая, то напиши в комментариях. Следующий напиток это турецкий кофе. Турецкий кофе отличается от привычного европейского по всем критериям. Кофеманам его обязательно стоит попробовать, хотя бы для того, чтобы понять разницу. В народе есть поговорка про турецкий кофе. Истинный кофе должен быть черным как ад, крепкий как смерть и сладким как любовь. Именно таким турецкий кофе и является. Он очень густой, тягучий, черного-черного цвета и очень сладкий. Подается он в миниатюрных кружечках, в которых от силы пара хороших глотков. На длинном подносе с тарелочкой, на которой лежит рахат лукум и стеклянный стаканчик воды. Говорят, что распробовать всю прелесть такого кофе с первого и даже со второго раза сложно. Но Олесь вот кофеману, он понравился с первого раза. Для меня лишь есть один минус. Мне на таких кружечках хотя бы штук пять. Выпить турецкий кофе в максимально аутентичной обстановке можно в первую очередь в классических турецких кофейнях. И на Кранбазаре в кофейне Шарк Кахвиси. Если же выбирать сорт кофе, то сами турки очень любят особый сорт под названием Дибэк. Готовится он на основе кофейной муки, изготавливаемой вручную при помощи специальной ступки. В эту ступку закладываются зерна кофе и перетираются до порошкообразного состояния пестиком. Также в Турции достаточно популярен напиток, который именуется псевдокофе. Вкус его похож на кофейный, но он более мягкий, как у цикория. Готовят сырье для него из плодов фисташкового дерева. Поэтому кофеин в нем отсутствует полностью. Следующий напиток это Щербет. Произошло это слово Щербет от арабского языка шербен, то есть пить. Особой популярностью этот напиток пользовался еще в 16 веке. Тогда он подавался гостям по особым поводам и праздникам с большим скоплением гостей. В Османской империи Щербет был сильно популярен. В городах даже были лавки под названием Щербетчи, где можно было отведать именно этот напиток. В видов Щербета существует порядка 5 или 6. Один из них напиток с корицей. Готовится он так. В литр воды добавляется 2 корочки корицы, 5 штук гвоздики, 1 ложка сахара или меда. Смесь кипятят на малом огне в течение 20-25 минут. Пьют такой напиток чаще всего охлажденным, но в зимнее время приятнее пить его горячим. Айран. Айран старинный напиток. Готовили его еще древние тюрки-кочевники. Нередко упоминание об этом напитке можно найти в среднеазиатских и арабских древних культурах. Ни один стол с мясом не обходится без айрана в Турции. Здесь в любом кафе в меню обязательно есть айран. Если сравнивать айран в Турции и айран в европейских странах, то это небо и земля. Между ними общего, наверное, только цвет. В Турции айран готовится из трех компонентов. Соль, вода и йогурт. И фасуется в разной упаковке от 200 мл до 1,5 литров. Продается абсолютно в любом магазине. Если заказывать в каком-нибудь деревенском кафе, то принесут его в большой кружке, увенчанной высокой пеной. Мы попробовали разные фирмы и разные объемы. Наш любимый айран это фирма ИЧИМ в упаковке по 200 мл. Мы заметили, что чем меньше упаковка, тем вкуснее напиток. Чем это связано, не ясно. Но это факт. Айран здесь очень вкусный. Напоминает, если кто помнит, раньше давно был зерненый творог в сливках у веселого молочника. Вот вкус у него очень похож. Такой сливочный, солоноватый, кисловатый, слегка тягучий. Перед употреблением его необходимо хорошенечко взболтать. Очень хорош здесь айран при запорах или при случаях переедания. Реально работает лучше любого лекарства. Если сомневаешься попробовать или нет, попробуй. Это правда вкусно. Олеся вообще не любитель кисломолочных продуктов, но айран именно в Турции ей очень нравится. Следующий напиток. Шалгам. Вовин любимый напиток. Однажды его попробовал он в одном кебаб-кафе и влюбился. Стал искать его по магазинам Турции, но тогда он не спросил, что за напиток этот такой. А теперь нашел магазин прямо возле дома, где его продают. И теперь каждый выход в магазин не обходится без покупки шалгама. Чего ты его вчера-то не купил? Забыл. Я думаю, мяса-то нет. Теперь ходит и нудит мне, что нет шалгама. Это безалкогольный национальный такой турецкий напиток, особенно распространенный в юго-восточной части страны. Готовится он из весьма странного набора продуктов. Смеси воды, сока фиолетовой моркови, репы, молотого булгура с добавлением уксуса, соли, дрожжей и хлеба. Рецепт может отличаться в зависимости от региона, где его делают. Вкус может быть разным. Либо кисло-сладким, либо кисло-соленым, либо кисло-острым с пряностями. Чем-то похож на рассол. В народе его называют квасом. Ну, здесь Турция в народе. По цвету он красно-фиолетовый, темного к светлому в зависимости от количества использованной воды. Существует два вида этого напитка. Острый от жилы и неострый от жилы. Турки употребляют шалгам по нескольким причинам. Для поддержания здоровья в нем содержится огромное количество витамина С и микроэлементов. Для улучшения пищеварения, именно поэтому его часто подают именно к мясу. Еще в напитке очень низкая калорийность. Всего 5 килокалорий на 100 грамм. В качестве компаньона к алкогольному напитку ракы, так как шалгам приглушает неблагоприятное действие алкоголя. И для снятия похмелья с утра. А также известно, что этот напиток снижает уровень сахара в крови. Традиционно шалгам подается к донору с рыбой, так называемым балык-донору. А также отлично сочетается с мясом, особенно кебаб. Раки. Это что-то типа турецкой водки. В Османской империи раки называлось арак. Это слово пришло из арабских стран и означало напиток, сделанный из различных фруктов. Таким образом, основой раки стало сочетание аниса и фруктовой основы, как правило, выжимки из винограда. Раки издревле можно было испробовать в питейных заведениях в Мейхане, которые существуют и по сей день. Их специфика в том, что здесь обязательно пьют раки, которым заказывают мезе, то есть разнообразные закуски. Раки очень крепкий и концентрированный напиток, имеющий специфический аромат аниса, поэтому нередко при употреблении его разбавляют водой. Раки также часто пьют в сочетании с шалгамом, то есть один стакан наполняют раки, добавляя воду, а второй стакан наполняют шалгамом и пьют их по очереди. Мы раки пока еще не пробовали и навряд ли попробуем, потому что мы совсем не употребляем крепкие напитки, но сами турки говорят, что от него очень болит голова. Следующий напиток в нашем списке это салип. Вот так вот он выглядит. Салип это горячий безалкогольный турецкий напиток, приготовленный из молока и экстрата орхидеи. Подают его в картонных стаканчиках, дымящихся, добавляя корицу. По консистенции он тягучий, в зимнее время отлично согревает, на вкус сладковато-сливочный. Его продают повсюду в холодное время года, как в кафе, так и уличные торговцы. Мы им отогревались на улице, когда только приехали в Стамбул в марте, когда было всего 7 градусов и стоял такой колотун. И он правда отлично согревает за счет своей тягучей консистенции. А также он продается еще в виде готового порошка, который мы показали, как шоколад в обычных магазинах. В 18 столетии салип очень любили не только османы, но и британцы. Но из британских земель напиток постепенно вытеснен был горячим шоколадом. Экстракт орхидеи, кстати, применяют не только для приготовления салипа, но и для изготовления знаменитого нитевидного мороженого, как роман мараш. Салип, кстати, очень сильно отбивает чувство голода. Следующий напиток – это турецкие вина. В Турции – хорошие вина местного производства. Среди них есть марки действительно достойные. Одни из самых известных – Каваклы Дере и Долуджа. Ассортимент вин достаточно широк. Это красные, белые, розовые вина. Вина марки Каваклы Дере производится в Анкаре. А марка Долуджа первый винный дом открыла в районе Галаты еще в 1926 году. Он назывался Винникол Шарам Эви. С этого момента и начинается история этой марки. Сегодня производство вина Долуджа располагается в Черескёй, вблизи города Текирдаа, на площади 52 тысячи квадратных метров. Попробовать турецкие вина можно в ресторане или купить их в винных магазинах. Также имей в виду, что не во всех рыбных ресторанах и кафе есть спиртные напитки. Мы, кстати, пробовали здесь клубничный вина, да? Да. Турецкий. Кампот вообще. Кампот. Так вкусно. Очень вкусно. Просто вот клубничный сок как будто ты пьешь. Следующий напиток – Боза. Еще один очень необычный напиток, для приготовления которого используют воду и просиную муку. Мука перемалывается, смешивается с водой и оставляют ее настаиваться до ферментации. Подается горячим с корицей и обжаренным нутом. На вкус кисто-сладкий тягучий напиток. Продают его на улице в холодное время года. Напиток чем-то напоминает отдаленно салип. Хорошо согревает и в холодное время года. Ну, правда, очень похоже. Шиповник. Этот напиток знаком многими не только в Турции. Его варят как из целых сушеных плодов шиповника, так и раздробленных. Подают горячим. Часто смешивают с чаем каркаде и другими видами чая. Плоды сушеного шиповника можно купить в магазинах, на рынках. Также можно купить и готовый пакетированный чай. Расскажи в комментариях, какие напитки знакомы, какие пробовал или пробовала. Какие понравились, а какие совсем не понравились. Мне вот лично очень нравится салип, турецкий кофе, айран и чай. А вове еще, помимо всего прочего, и шалгам. Это его любовь навсегда. Для меня вот шалгам, например, фуфуфук. Ставь палец вверх, если было интересно. Подписывайся на канал, если хочешь, конечно. Свои вопросы задавай в комментариях. А также можешь писать на почту, которая указана в описании под видео. Обнили-подняли и немножко грустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания